Прошли все те 48 часов, двух дней и двух ночей фестиваля новой академической музыки. 19-й фестиваль отличало то, что впервые в нем приняли участие хоровые коллективы, и при том оба одесские. Были, как-то принято говорить, звезды академической музыки, или точнее, мастера. Флейтист Роберт Морис Айткен, фантастическая скрипачка Габриэла Бруннер, которую сравнивают с Паганини, и уверяют, что она и телефонную книгу превратит в шедевр. Вновь были превосходные зарубежные исполнители, да и отечественные тоже уже имеются, и, как всегда, превзошли ожидания перкуссионисты Бернхарда Вулфа, президента фестиваля. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Однако этот, уже 19-й фестиваль, отчетливо продемонстрировал, что академическая музыка в нашей стране представляет интерес для узкой, а нынче крайне узкой прослойки образованной публики – это во мне вальсы да шансоны. На количество слушателей повлиял и перенос с пятницы на субботу и воскресенье, а в канун начала рабочей недели получать столь изысканное музыкальное удовольствие могут позволить себе, увы, немногие – лишь профессионалы да люди свободных профессий. Тем не менее, фестиваль «Два дня и две ночи новой музыки» уважаем в Европе, Канаде и США, А благодаря деятельности Кармелы Цыпколенко наш город присутствует на культурной карте мира.